Дети должны быть пристегнуты в детском удерживающем устройстве на протяжении всей поездки. Это поможет предотвратить нежелательное перемещение ребенка в салоне автомобиля и возможные травмы. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и убедиться, что дети всегда пристегнуты правильно и находятся в специальных устройствах во время поездок. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей. В целях данного мероприятия входит не только выявление и пресечение административных правонарушений со стороны водителей, а также проверка правильности установки данных детских удерживающих устройств в автомобилях. За 2023 год включительно произошло более 800 административных правонарушений, но по сравнению с аналогичным периодом 2022 года было более 1300. То есть, соответственно, коэффициент уменьшается. Люди более лояльно и правильно относятся к перевозке своих детей. Использование детских удерживающих устройств – это ответственность каждого родителя. Безопасность ребенка в автомобиле должна быть приоритетом, и детские удерживающие устройства обеспечивают эту безопасность. Елена – водитель со стажем. Ждет в гости маленького внука из другого города. К перевозке малыша подготовилась заранее и установила кресло-машину. Я перевожу своего внука в кресло безопасности именно ради его жизни и здоровья. Следующий водитель, который попал в поле зрения сотрудников ГИБДД, перевозил своего ребенка на переднем сидении без кресла. Но мальчику 12 лет, и он пристегнут ремнем безопасности, и это не нарушает правила. До 12 лет он ездил в крайнем правом. То есть я считаю, что там самое безопасное. Но, скажем так, он очень долго ждал, чтобы ездить на переднем сидении. То есть после того, как ему исполнилось 12, он перебрался на переднем. Подаю пример своим поведением. Сам пристегиваюсь, и ребенок пристегивается. Госавтоинспекция напоминает, что дети до 7 лет должны обязательно перевозиться в детских удерживающих устройствах. Детям от 7 до 12 лет на заднем сидении машины разрешается ездить только с использованием штатного ремня безопасности. И на переднем сидении автомобиля несовершеннолетний должен обязательно размещаться в детском удерживающем устройстве. С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. С этого возраста он должен пользоваться стандартным ремнем безопасности. При этом можно ездить как на заднем, так и на переднем сидении. Елена Чернявская, Константин Головин. События.